Безымянный циклон из Китая буквально утопил юг Приморского края. Больше всех от ливневых дождей в ночь на 7 августа пострадали Уссурийск и Хасанский район. У жителей затоплены дома, нет электричества и связи. Родные в тревоге. У моей коллеги Валерии Белоуз в деревне Филипповка, которая ушла под воду, живут бабушка и дедушка. Связи с ними нет со вчерашнего дня. Дедушка выходил на связь в WhatsApp в 4 утра, потом от него не было никаких вестей. Я не знаю, что с ними сейчас происходит, но известно, опять-таки по слухам, я не могу это точно утверждать, но люди на их улицах, где живет бабушка и дедушка, ночью самостоятельно эвакуировались. Они садились в грузовик, брали с собой собаку, необходимые документы и уезжали на сопку. Дом затопило, воды по колено. Уссурийск затоплен полностью. От основной части города отрезан пригород. В детских садах не принимают детей, без света остаются поликлиники и детская больница в Дубовой роще. В городе разрушается асфальт, в провалы уходят гаражи, детские и бельевые площадки. Жители пытаются спасти свое имущество из затопленных подвалов. Справиться с последствиями ливня городским службам самостоятельно не удается. Сейчас решается вопрос о привлечении военной техники. Кроме того, МЧС просит помощи у жителей, спасателям необходимы лодки и те, кто умеет ими управлять. В округе развернуто два пункта временного размещения для тех, чьи дома оказались потоплены. Звонки от жителей Уссурийска принимаются по телефону 112-32-10-06-33-94-99. За ночь и утро в Уссурийске выпало 208 миллиметров осадков. И прогноз неблагоприятный – дамбу в пригороде может прорвать в любую минуту. Жителям рекомендуют запасаться водой и едой. И самое страшное – в городе уже есть жертва наводнения. Шестилетнего мальчика унесло потоком воды. Малыш захлебнулся. Пассажирский поезд продолжает стоять в районе станции Боневурово. Во Владивосток не могут попасть почти 600 человек. Все они чуть не стали жертвами товарного состава, который упал на рельсы из-за размытого дорожного полотна. На перегоне Кипарисова-Раздольная рельсы практически провисли. Насыпи под ними теперь нет. Ее попросту размыло. Движение электричек в крае приостановлено. Задержано несколько пассажирских поездов. Когда движение на железной дороге восстановится, в ведомстве не уточнили. На место происшествия отправлены четыре восстановительных поезда. Со станции Уссуриск, Партизанск, Первая речка и Сибирцево. Железнодорожники приступили к реквидации последствий размыва в пути. От всего мира отрезало поселок Раздольное в Надеждинском районе. Здесь залило все дороги и осыпался железнодорожный переезд. Такой впервые. Здесь, в принципе, участок, который неподтопляемый был. И не рассчитанные были, не искусственные сооружения на проход такого количества воды. Такой стой коробки, как дает времени. Косредственно пришел под мыв главную платежную дорогу. Огромные пробки собрались на дороге из Славянки во Владивосток. Многие отдыхающие не отреагировали на предупреждение МЧС и остались на пляжах. Сегодня они пытаются выбраться из затопленных районов домой. Пока безуспешно. В районе села Безверхово собралась пробка из двух сотен машин. Разрушено три участка дороги на трассе Раздольная-Хасан. Нарушенное движение мешает спасателям МЧС добраться в пострадавшие районы. Чтобы начать восстановительные работы, придется ждать, пока спадет вода. Конечно, жителей Приморского края, по-моему, тяжело чем-то либо напугать уже. Прогноз есть прогнозы, прогнозу надо придерживаться. Зная, владея информацией, естественно, человек владеет полмиром, так скажем. Но есть у нас определенная категория граждан, социально, так скажем, незащищенных и социально дезориентированных, которые просто относятся пофигистически ко всем предупреждениям. От Владивостока и федеральной трассы отрезан пункт пропуска Краскина. На границе скопилось множество туристов, граждан России и Китая. Как показала чрезвычайная ситуация, край не готов даже к сильным проливным дождям. И это даже не обещанный супер-тайфун Нору. В краевом государственном учреждении по пожарной безопасности и гражданской обороне точно так же разъединен оперативный штаб, который занимается сбором информации со всех муниципальных образований, уточнением обстановки и своевременном реагировании сил и средств. Поэтому перегруппировка производится периодически. Через каждые два часа у нас уточнение с муниципальными образованиями. Поэтому, в принципе, все готовы. На помощь приморским спасателям спешит Сибирская и Хабаровская МЧС, а также курсанты и военные. В администрации края обещают компенсировать приморцам потерянное имущество. Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты. Между тем, как показывает опыт прошлогоднего тайфуна «Лайнрок», подобных выплат можно ждать месяцами. Кроме того, в прошлом году жители Приморья самостоятельно собирали гуманитарную помощь пострадавшим, разворачивали специальные пункты приема, собирали одежду, медикаменты и средства гигиены. Эта ситуация повторяется и сегодня, ведь ливень в крае не заканчивается, а вода продолжает пребывать. Светлана Садовая, Андрей Макаров, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.